Check out this epic drop! Опять козел! Нет бы точка погрузки! Нет козел! Три машины, три слота! На самом деле я не понимаю, о каких трех машинах идет речь и о каких трех слотах. Я вижу здесь следующее. Я вижу четыре стартовых автомобиля, которые можно заменить тому, что мы спавниться здесь с вами будем на открытой локации гаража. Ну, собственно говоря, я в таком случае сделаю следующее. Я тут Нивок накачал, ребята. Нивок накачал, это 3D ведерко. Уазиков накачал. Давайте Уазик возьмем какой-нибудь зелененький. Это у нас Уазик от Red Pole. ГАШ 69 от Дариуса. Ну, и чтобы не быть совсем уж таким уж печальным и ущемленным на этой карте, все-таки карта Болотина, знаете ли, такое название достаточно топкое, да? Вот. В вспомогательной технике у нас будет Урал 4320 31 с зеленой текстуркой. Вот. И в таком исполнении, пожалуй, стартанем. На карте использованы дополнительные статические объекты. Вес архива составляет 200 с чем-то мегабайт. Вот. Ссылочка под видео. На сайте СТМОТС тоже эта карта присутствует. Ну, и в моей группе вы тоже сможете скачать. Ну, в принципе, в принципе, ребят, давно как бы всем уже понятен ГАШ 69. Да? Всем понятен ГАШ 69. Неоднократно на нем катался. УАЗик. УАЗик. Тоже достойный агрегат, на самом деле. Вот. Ну, крайне невостребованный автомобиль, как по мне, для многих. Это вот эта НИВКА. НИВКА в старом кузове. Достаточно такая симпотненькая. Вот. Почему бы на ней не прокатиться? Посмотрим давайте с вами миниатюрку. Карты у нас максимальных размеров. Точки вот здесь вот как-то слишком плотно расположены, как по мне, ребят. Вот. Но, тем не менее, давайте прокатимся, посмотрим, будут ли способны вот эти вот, так скажем, ну, грубо, может быть, будет сказано, но, тем не менее, ущемленные автомобили, вот, ездить по такому роду картам. И все-таки это у нас... Так, что это у нас тут? Ага. Хач. Хач. Это у нас Фаркоп. Фаркоп мы с вами, ребят, установили. Можем установить прицепчик. Такой мини-обзорчик. Давайте сделаем. Давайте мини-обзорчик. Мини-обзорчик НИВКИ. Да блин, НИВКА, кстати, общедоступная, ребят. Для скачивания она доступна в мастерской Спинтайр. Такой вот, ребят, ремочный прицепчик. Вот. Сет. Ага. 300 очков ремонта. Зачетненько. Можно вот такой сет. Это у нас будет емкость цинстерны. Да? Давайте лучше бочечку мы положим туда. Ага. И вот еще. Одну очко гаража. А давайте вот такой прицепчик. Ремочный. Здесь у нас бочечка будет. И... Ба-ба-ба. Какие-то колеса там. О, ни хрена себе колеса. Тракторные прям. И вот такие колеса. Ну, я не знаю. Наверное, для болотины... Да ладно, давайте поехали на этих колесах. Чувство. Звук у нас от УАЗика, правда, здесь. Ну да ладно. А полный привод у нас отсутствует, что ли? Я не пойму. Блокировка дифференциала вижу, да? Или же здесь постоянный полный привод? Может быть, постоянный полный привод? Нивка-то она полноприводная, по идее. Ну, давайте покатаемся, посмотрим, что почем. А, у нас здесь прям, смотрите, в аккурат заправочка прям сразу же. О, шикардосно. Сейчас мы аддончик-то здесь зальем. 200, нате. А, по пену. Погнали. Погнали. На нивке зажигать. Сейчас в первой же лужи, я чувствую, утону. И будет весело и вкусно. Давай. Погнали. Повышенная передача. Ех, ядрен батон. Мы едем. Мы пока что все еще едем, ребят. Опять меня кто-то в ВК бомбит. Надеюсь, вам это не слышно. У меня просто телефон рядом лежит. Эй! Это, блин, не прицеп. Это какой-то якорь. Я чувствую, нам придется от прицепа избавиться. Как бы оно печально это не звучало, ребят, но по палкам ездить с прицепом, я чувствую, нам будет крайне комфортно. Ну что ж, обзорчик достаточно такой интересный. Там у нас какой-то дополнительный статический объект стоит, судя по всему. Ну блин, куда ехать вообще? Чем заниматься? Вообще без понятия. Так. Ладно, давайте мы от прицепчика избавимся. Так, здесь есть какая-то парковочная опора. Вот, есть парковочная опора. Отцепить прицеп. Просто я хочу проэкспериментировать. Будет ли ехать машина более бодро без прицепа? Ну, пободрее, да. Мальца пободрее, поэтому давайте ехать будем без прицепа. Тревор сидит и охреневает. Ё-моё, куда я попал? В какую машину ты меня поместил? Вау, понеслась душа в рай. Ребят, смотрите, она в воде ожила. Это, я так предполагаю, не в киностихии. Вот, и она здесь прет просто как танк. Просто как танк. Вот по сухой дороге, значит, с палочками мы ехать не хотим. А вот в грязи мы просто как на самолете летим. Ой, нет, не совсем. Блин, мне какую-нибудь точку разведки было открыть, что ли? Я так понимаю, мы вот к этой, наверное, сейчас точке разведки приедем. Не, зачетная нивка, кстати, ребят. Нивка, что называется, хороша. В принципе, карта хороша тоже. Я пока что никаких здесь косяков не наблюдаю. Невзирая на то, что достаточно такое пугающее название болотина, вот, косяков я на ней не наблюдаю. Дайте, что я еще хотел бы посмотреть. Относительно отзывов. Вот, дырка, дырка в воде, косяк. Хе-хе-хе. Ладно, это не столько критично, я так думаю. Что я здесь наблюдаю по всему происходящему? Значит, 10 лайков, 4 дизлайка. Это, в принципе, уже неплохо. Кто ставит дизлайки, я не понимаю. Давайте комменты почитаем. Нету там лесоповала. Нету там лесоповала. Точка погрузки есть. Ага, ага. Вот, да, точка погрузки есть. А лесоповала, ребят, в натуре нет. Лесоповала нет. А было ли сказано что-то про лесоповала вообще в целом? В описании. Один лесоповал, да. О лесоповале было сказано, но, видать, что-то автор, видать, не сохранил его. Поместил, но не сохранил, либо на локацию забыл обозвать, как следует. Короче, любители халявы возмущаются, что нет лесоповала. Прекрасное болото. Жаль, без погрузки. В смысле, без погрузки. Точка погрузки есть. Вот, опять же, комментарий от любителей халявы. Дальше, комментарий. Погрузка не работает. Точка разведки в скале. В скале. Дальше и смотреть не стали. Ну... Эх... 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 Ну, как вам сказать-то, ребят? Ну, опять же, да? Эх... Что? Если вы не можете открыть одну точку разведки, что от этого карта стала плохая? Ну, вот, в принципе, в принципе, ребят, вот... Я уже вот прочитал комментарии. Три негативных комментария. Вот вам уже три дизлайка. Один, наверное, там просто умолчал и ничего не написал. Вот. Вот три адекватных, то есть, в принципе, три таких вот коммента, которые... От людей, которые способны были поставить дизлайки. Вот. И все эти дизлайки, ребят, основаны на том, что невозможно открыть одну точку разведки и нет лесоповала. Вот, судите сами, вот, кто у нас ставит дизлайки? Любители халявы и любители, так скажем, которые не умеют грузиться в режиме симулятор. А еще ставят дизлайки любители поездить на всем открытом. А что мешает тут ездить по ориентиру? Ведь бывают же, изменяют текстуры вот этой миниатюры, где вообще нихрена непонятно куда ехать. Но ничего, при всем при этом люди берут и проходят карты и не плачут. Просто берут и проходят. И все. И считают, что карта опупенная. Но здесь же у нас пишут какие-то дизлайки. То есть негативные комменты и ставят дизлайки. Я вас, ребят, не понимаю. Человек старался, делал. Все это делалось, на самом деле, я так понимаю, не за один час. Вот. Для вас, для всех стараются, а вы ставите дизлайки. Из-за того, что отсутствует автоматическая погрузка бревен. Научитесь работать манипулятором. Вы играете, ребят, в режим... Вы играете в игру симулятор бездорожья. Вы симулируете туда до бесконечности. Зачем вам лесоповал автоматической погрузки бревен? Так, а емкость топливного бака у нас 42 литра здесь опупенная. Просто опупенная. Маловато будет. Ну, благо я заправился, да. У меня 200 литров бочки то есть. Так. Поплыли. Повышено. Куда я еду? Не пойму. Урон я получаю. Мя-на-на. Ёшкин-матрёшкин. Мне бы выплыть бы отсюда. Четыре урона не критично. Всего ограничение три сотни. Я думаю, мы не помрём. Хотя водила храпанул. Шикардос. Шикардос. Не, очень много палок. Очень много палок. Они мешают проехать. Вот смотрите, машина только начинает касаться вот этих палок, она начинает тормозить. Я, конечно, понимаю, что я еду сейчас на такой, так скажем, ущемлённом автомобиле, но, тем не менее. Блин, карты класс. Ребята, я не знаю. Ставьте дизлайки себе куда-нибудь под нос. Не трожьте нормальные карты. И раз увидишь такую, блин, хрень, там либо вообще дизлайков нет, и лайков тоже, либо лайки какие-то стоят. Такое ощущение, как будто вас авторы подкупают, блин, чтоб вы дизлайки им не ставили. Выпустят хрень какую-нибудь, и вот ей этой хрени там все давай радоваться, глумиться, аплодировать. А выйдет нормальная карта, начинают колбасить. Так, с меня лайк автор. Автор, с меня лайк однозначно. Пока что ничего плохого я на этой карте не увидел. Всё достаточно так достойно. Смотрите, Нива даже едет. Нива едет, ёшкин кудряшкин. Что ж уж говорить там о каком-нибудь грузовике. Почва достаточно устойчивая под водой. Мы не буксуем. Ой, а здесь уже глубоко. Ух, 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 ух. И потонуть бы мне здесь. Блин, ну это прям крейсер Аврора какая-то уже, я не знаю. Мы приехали на рыбалку. Лодку мы забыли, решили поплыть сразу на машину. Эй, точка разведки. Поплыли. На-на-на. Я что-то еду-еду, а на точке разведки вообще не обращаю внимания. Я так думаю, я уже проехал, наверное, не одну точку разведки на самом деле. Не пойму вообще, зачем я вот это видео затеял. Не то это обзор, не то это так, покатушка какая-то на Ниве. Топка, топка здесь. Очень топка. Но не совсем название соответствует действительности. Да, топка. Это какой-то своеобразный, знаете ли, разлив. Но самого по себе болота я здесь не наблюдаю. Так, что мы здесь с вами открыли? Да, я проехал одну точку разведки, но, наверное, не зря. Блин, знаете, ребят, что-то я чувствую себя каким-то ущербным ездить на Нивке. Давайте попробуем еще на УАЗике покататься. Где у нас там УАЗик? Вот. Можно его тоже снарядить, мать честная. У него тоже аддонов до самого, по самой не балуй. Можно это поставить, это и это. Запаска ставится. Тент. 50 ремонта. Ремонт. Порошки можно какие-то впендюрить. Крышу. Всевозможные крыши. Нет, белую крышу не хочу. Тент с дыркой. Тент без дырки. Вот такой тент поставлю, темненький. Так, это непонятно, что это такое. Тримхантер. А, РПР Кит. А, это намордник хантеровский. Так, не надо. 150 ремонта. Кит люкс. Ага. Ух, ё-моё. Я чувствую, сейчас я тут снаряжусь. Мне чё типа заправить бы. Опять ремка. Так, ничего. Топливо. Опять. Блин. А топливо есть во что-то залить? А, вот. 40 литров. Можно во что-то залить. Вот. А, стоп. Смотрите. Тоже аддон вроде канистры. А, нет. Так. Что-то я там ставлю, я не знаю. В салон что-то падает мне. Так. Так. Ну, давайте колёса выберем. Ладно. О-о-о-о. Вот это по мне. Погнали. А, здесь нет дифференциала. На этом УАЗике. Ребят. Дифференциал отсутствует. Полный привод есть. Подключаем, а дифференциала нет. Надо было другой УАЗик брать. Тут же их два было. Синий и зелёненький. Давайте, ладно, попробуем. Как говорится, чем чёрт не шутит. А чё, ещё можно во что-то залить? Ещё три сорок, да? Всё, да. Всё, обзаливался. Так. Ну и здесь давайте мы выезжаем на перекрёсток. За этим прицепчиком налево поедем. Звук прикольный УАЗа, да? Лучше, чем у дефолтного. Какой он приткий. Вот сюда нам. Можно ехать по травке. По-моему, здесь тоже комфортно. Не обязательно. Не обязательно. Вот опять дырка. Не обязательно прямо опускаться в омут с головой. Ого, не хренайся, где точка разведки. Ну давайте попробуем до неё каким-нибудь макаром доехать. Вау. Слава богу, автор не поставил на дистрибьюшене с палками, чтобы эти палки могли ставиться, то есть появляться на этом ещё. В воде. А то мало того, что они на суше валяются, так они ещё могли бы быть и под водой. Вот слава богу. Где и богу. Даже вот огромное спасибо автору, что он забыл это сделать. Я больше чем уверен, что он забыл. А я думаю, что специально. А так бы ещё у нас и под водой были бы палки эти валяли. Так, ну что. В принципе, на Уазе мне ездить нравится больше, нежели на Ниве. Как бы оно это печально не звучало. Смотрите, машинка без дифференциала, а едет он на полном приводе очень даже не подро. Машины какие-то брошенные, только МАЗ с распуском. Теперь газон здесь он расположился. Ребят, не рекомендую ездить я вам по дороге. Вот, честное слово, я больше чем уверен, что если я сейчас еду на дорогу, я здесь буду чебурахаться. Буду долго чебурахаться, затянется обзорчик. Вот. Затягивать его совсем, честно говоря, не хочется. И так, по-моему, затянул езди на внедорожниках вместо грузовиков. Давайте попробуем здесь каким-нибудь макаром просочиться. Ай! Знаете, я читал и неоднократно комментарии у себя под видео. Люди, правда, после такого рода комментариев оказываются в бане на ютубе. Вот. Типа, да ты там это, да ты там такой сейкой, езди по дорогам, ля-ля-ля-ля-ля. Мол, чё ты ездишь через лес? Блин, я не понимаю, а что вам мешает ездить через лес? Так, точка разведки, наверное, которая в горе. Да? Я так понимаю. Ну, что ж теперь. Автор решил сделать такую своеобразную загадку. Хе-хе. Вот, загадку он решил сделать таким вот макаром, поместить в точку разведки в гору. А здесь у нас потопленная деревня. Брошенная потопленная деревня. Половодие, все дела. Дома перекосило, ушли они в грунт. Как бы оно печально не звучало, но у меня игра зависла. Нет, отлично. Вот, как бы оно еще печально не звучало, но дома эти пришлось с людям бросить. Даже КАМАЗ бросили. А, его давно уже, по-моему, бросили. Ну, недостаток. Огромные камни, сильно очень растянутые камни. Это недостаток, собственно говоря, того, что... А вот здесь заезд. Случайно здесь нет точки разведки? Это странно. Вот здесь вот. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Нет, кто у меня стоит. Объедем камушек. А, не-не-не. Точка разведка в камне, да. Сто пудово. Сто пудово. Ну, ладно. Перебьемся мы без точки разведки. Давайте возьмем вот эту. Так. Окей. Окей, говорю. Вот сюда потыкнемся. Поехали. Ну, все равно с этой стороны объедем, заодно посмотрим, можно ли ее там захватить или нельзя. Эту точку разведки. Блин, на УАЗе, ребят, смотрите, вдоль и поперек, а. Что, нет ее там, да? Давайте проверим на всякий случай. Да, нет здесь точки разведки, к сожалению. Будет у нас темный кружок на карте. Ну, мог бы автор, на самом деле, вот поместить ее вот сюда вот. Да. Было бы классно. Черт. Куда я еду? Зачем я еду? По-моему, надо ехать вон там. Конечно, я могу проехать через лес, это все прекрасно и замечательно. Ну, давайте, ладно, не будем сильно кощунить, попробуем объехать. Мне кажется, здесь не так долго это все дело будет происходить. Я дольше буду через лес, наверное, ковыряться и ездить. Что это за звуки? Так, а где же точка разведки? Что, в лесу, что ли? Или где? Наверное, тот самый момент, когда нужно было поехать через лес. Хе-хе-хе. Тогда бы я нашел бы эту точку разведки. Тут еще просика или что это? Да нет, это лес вроде. Никакими просиками здесь даже и не пахнет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что-то я не пойму. Куда я заперся вообще? Зачем я сюда заехал? Неужели адекватной дороги нет к этой точке разведки? Вон она, она, смотрите. Ай, уперся. Да, ребят, точка разведки в гуще леса. Эм, так, ну, точка погрузки. Вот она, точка погрузки. И сыповала у нас здесь нет, к сожалению. Ну, давайте вот откроем, наверное, теперь... Какую бы точку разведки нам открыть? Вот эту, да? Поехали. Поехали. На прямке я буду ездить. Потому что что-то меня пугает расположение точек разведки. Да. Конечно, разведывать вот эти точки... Ладно, одна там, понятное дело, там, понятно. В горе, да, она. Это как бы недостаток, это однозначно, но... Можно пережить. То, что вторая точка находится в гуще леса, сюда на грузовике проехать, ребят, уже будет крайне сложно. Тем более, что на спавне вообще изначально там 535-й стоял, 73-10. Я боюсь даже представить, как на этих машинах можно вообще заехать в этот лес. Да, ребят, смотрите. Несмотря на то, что карта называется Болотина, машина здесь не тонет. Вполне сухая почва, как под водой, так и, собственно говоря, на суше. Можете сами обратить внимание, без дифференциала данный УАЗик ездит здесь очень комфортно. Просто летит. Шквал-брызг летит во все стороны. Зачетная машинка. По-моему, уже темнеть начинает, да? Жалко, в этот КАМАЗ нельзя пересесть и время перевести. Так, нам надо куда-то, куда левее маленько. Ребят, ну я, наверное, всю прям вот карту не буду обозревать. Я не вижу смысла. В принципе, карта, она такая сама по себе достаточно однообразная. Интересная, причем при этом, да? Но она однообразная. Кругом как бы болото. Вполне карта оправдывает свое название. Вот. В целом, карта очень даже... Вот, 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 вот. Был ли смысл агриться на человека? Вот. Блин. Я... Ну да, она в горе. Но она нихрена вам не дает. Вот. Я вообще в шоке, а. Я вообще просто в шоке над людьми. Вот честное слово. Ой. Ой. Я вот даже вот эту точку разведки не открыл. И я уже понимаю, что вот эта точка разведки, которая находится в горе, она не несет никакого вообще функционала. Она не закрывает здесь карту. Ладно. Давайте вот до этой точки разведки еще какие-то макаром доеду. Переведу я времечко все-таки. Так. Где у нас? О. А. Это моя брошенная машина. Кстати, я тут припарковался в Акурат возле К-700, а я его даже не заметил. Давайте мы доедем до К-700. Что-то я как-то его проигнорил прям. Был прям возле К-700 и взял его и проигнорил. Как-то нехорошо. Ой. Вот мы на К-700 и время переведем. Полностью отремонтирован, полностью заправленный транспорт. Где у нас там УАЗик наш? Так. Все. Меточка стоит. Погнали. Поехал я через лес. Ускорит, так скажем, процесс проезда к точке разведки. Да. Ну люди. Вот люди, а. Вот пишут тут всякое говнецо под картами. Вполне адекватная карта. Точка разведки на Торе не несет никакого функционала, даже если вы ее не откроете. Откройте другие и вы сами в этом убедитесь. Знаете, что вам убеждаться? Я вам это продемонстрирую. Вот сидят сами ни хрена там не делают, только комментарии негативные пишут, от которых у авторов сердце жмет. А потом еще начинают думать, а почему, блин, платные карты моды? А почему? А да потому что. Потому что тот, кто купит карту или мод, он никогда не скажет хреново за эту карту или мод. Вот он никогда не скажет, потому что она достойная внимания. И никто не напишет негатив. Вот и поэтому карты появляются. Или же вообще там человек сделает карту и катает ее со своими друзьями. И не публикует ее, чтобы не читать потом вот это говнецо. Вот. Еще одну точку разведки открыл. Ну, здесь я вообще не вижу смысла открывать точку разведки. Здесь нет ни пилорамы, как бы, да. Здесь то же самое. Можно проехать и вдоль и поперек, как бы. Можно, я думаю, вот так вот просочиться. Особо вы никуда не денетесь, не потонете. Здесь вот пилорамка, точка разведки. Тоже не вижу смысла ее открывать. Ребят, короче, вот как-то вот так. Как по мне, мне кажется, очень достойная. Знаете что? Все-таки я доеду, наверное, до лесоповала. До точки погрузки. Я прям даже, наверное, не буду никакие аддоны напяливать. Просто меточку вот сюда тыкну. Хотя ладно, давайте напяливаем, чтобы вы поговорили. Не, не то, а. Так, давайте, да. Вот. У нас машинка полностью отремонтирована, полностью заправлена. Вот. Я думаю, мы сейчас по-быренькому оформим вот этот проезд к лесоповалу. Я где-то вот здесь можно проехать. По водичке, я думаю, смело пролетим. Такой у меня обзорчик получился на внедорожниках. Я думаю, такой он несколько необычный, правда, да. И не понравится ли он вам или нет. Вот. Но все-таки продемонстрировал вам некие моды, которые мало востребованы. Мало востребованы абсолютно. Не знаю почему. Но, тем не менее, разведчики из них офигенные. Но, как по мне, ребят, как бы оно там, как бы вот эти моды, и какие бы они не были офигенные, мне вот этот газон 69-ый нравится больше всех. У него, смотрите, и скорость какая прет, как танк, блин, просто. И в грязи он, в принципе, себя вполне адекватно себя чувствует. Вот. Все-таки вот этот газон мне нравится вот больше всех. Ой, как у Рунте я не получил. Сейчас дерево пендюрил с колюсиком. Так. Пролазим, пролазим, пролазим. Отлично. Отлично пролезли, ребят. Просто великолепно. Так. Вот здесь-ка еще просочится мне между деревьев. Ну, мы практически приехали, по-моему, уже на лесоповал. Ну, на точку погрузки. О, в аккурат козлу для погрузки бревен мы с вами выехали. Ну, вот так вот, ребята, здесь у нас с вами получается... Такая вот погрузка. Ну, да, вот прямо, знаете, вот напрашивается вот здесь где-нибудь локация автоматической погрузки бревен. Скорее всего, автор ее поставил, но просто забыл назвать ее. Да, вот, Бумбер. Просто она вот у него осталась, как вот объекшен или как там она называется. Изначально в редакторе я уже забыл. Давно карты не делал. Вот. Скорее всего, просто автор забыл ее назвать. Вот. Скорее всего, она здесь есть, но не обзованная лумбером. Вот. А так вот, в принципе, в принципе, ребят, карта лично мне нравится. Не знаю, как вам, но мне она понравилась. На этом я заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган-177. Данную карту вы скачать сможете, увидев ссылку под видео на сайте СТМОС и в моей группе. Всем спасибо и всем пока.